Дети, приходя в школу, они не должны видеть одного и того же человека в разных лицах. Они должны видеть различных людей, которые могут дать им разный опыт. Это ответственность большая, и многие на практике видят эту ответственность и боятся ее потом. Он может показывать, что вы можете получать знания, вы можете получать их разными способами, но главное не сидеть на месте и развиваться. Башкирский педагогический университет собрал 30 лучших молодых школьных педагогов из 25 вузов страны. Они приняли участие в форум-конкурсе «Учитель будущего поколения России». Первый этап – это внутривузовский, и второй этап непосредственно реализуется уже здесь. То есть лучшие из лучших, которые прошли отбор, приехали к нам в Гнулинский университет. Первое связано с тем, как студенты умеют на сегодняшний день составлять и защищать социальные проекты, видеть проблемы в обществе и каким-то образом их решать. Второе – это разговоры о важном, то есть как выйти на диалог с детьми, как сделать так, чтобы у учеников была та самая составляющая, которая на сегодняшний день страдает – это культура и развитие личности. Наша съемочная группа встретилась с некоторыми из финалистов – молодыми учителями истории, биологии и математики. В 2019 году бывший министр просвещения Ольга Васильева заявила, что только 30 студентов педвузов остаются в школах. Мы спросили, почему многим приходится отказываться от профессии. Возможно, тут два варианта. Либо они изначально выбрали неверный путь, и это нормально абсолютно. Нужно пробовать, если не получается, то нужно пробовать что-то другое. Есть другой вариант. Такое бывает, когда первые трудности, первые серьезные трудности, они заставляют тебя задумываться, то ли ты выбрал. Вся эта система, да, есть, конечно, некоторые моменты, с которыми я могу не согласиться, но именно работа с детьми, она самая основная полагающая. Та же самая большая документация. Большой объем документации действительно существует, и об этом все говорят. Молодые специалисты, к сожалению, тоже с этим сталкиваются. И нет, никуда не уходят. Согласно словам нынешнего министра просвещения Сергея Кравцова, средний возраст учителей 45-47 лет. Молодых специалистов не устраивает размер зарплаты. А некоторых отпугивают дети, которые не всегда покладисты и прилежны. Даже ребенок, который говорит, мне ничего не надо, я это не знаю. На самом деле, ну, я на своей практике поняла, что он знает. Просто надо как-то по-другому у него это спросить. И он даст ответ, и правильный ответ, и вот это радует. Информации сейчас намного больше, и дети получают эту информацию в большем объеме, чем было раньше. И дети намного шебутнее. Ходится читать больше, готовиться больше к тому, как ты будешь с ними работать. Парадигма идет такова, что учитель – это все-таки наставник и твой друг. И что вы все-таки на равных. Но все-таки какие-то границы, они должны быть. Нежели которые границы были раньше. Эти рамки мы немножко раздвигаем. Получается, что информацию современные дети хорошо ищут и без учителя. Тогда какую роль он играет в их жизни? Учитель в какой-то мере остается источником информации, которая нужна для человеческого взаимодействия. То есть учитель может передать какой-то опыт ученику. Учитель сейчас помогает и старается стать другом, чтобы ученики хотели приходить на урок. Сейчас больше дружбы, больше взаимоважения и взаимопонимания. И это происходить должно не в одностороннем порядке. В первую очередь это быть честным перед собой и честным перед детьми. Потому что дети – это такой организм, который честность видит сразу. Если ты заражаешь этой любовью и честностью, то дети начинают учиться. Даже самые, так скажем, не успевающие, что-то начинают пытаться делать. Завершился конкурс 17 мая торжественной церемонией. Каждый из финалистов конкурса получил денежный приз. Самую большую награду – 50 тысяч рублей – получил студент из Тульского государственного педагогического университета. Егор Полторыхин и Игорь Яковлев, телеканал ЮТВ.